Вопрос. Я отправил своих родителей в Саудовскую Аравию, чтобы посетить родственников и совершить паломничество. Они в месяц Шавуаль отправились из Хартума в Медину, где оставались до того, как въехать в Мекку в начале месяца Дзуль-Ки'да, но без Ихрама. Они пребывали в Мекке, пока я не добрался из Даммама в Мекку и тоже не вошел в состояние Ихрама. В Мекке я пробыл с ними три дня, до седьмого дня месяца Дзуль-Хиджа. Из Мекки мы отправились к заповедной мечети, и там мы вошли в состояние Ихрама и вознамерились совершить паломничество Ифрат. Мы совершили таваф прибытия, ритуальный бег паломничества. После этого восьмого дня Дзуль-Хиджи мы отправились в Мину, где пробыли до часу ночи. После мы отправились на гору Арафа, куда прибыли в три часа ночи, и все это учитывая, что мой отец инвалид. Он не может ходить и нуждается при передвижении в коляске или машине. После заката солнца мы покинули гору Арафа и доехали до мечети в Муздалифе в девять часов вечера. А в два часа ночи отправились из Муздалиф в Мину. В Мине мы совершили утреннюю молитву. В шесть часов бросили камешки в Джамрату-Ля-Акаба. А после этого мои родители оплатили стоимость животного для жертвоприношения. И я также сделал это. После этого мы укоротили, сбрили свои волосы и вышли из состояния Ихрама. Во второй день мы в десять часов бросили камешки во все три Джамарата и направились в Мекку для свершения Тауафа и Фада. В третий же день мы уехали из Мины в два часа ночи, бросили камешки и ускорили свой отъезд. После этого мы отправились в Мекку, совершили прощальный обход вокруг Каабы, а потом уехали в Джиду. Оттуда на следующий день в Даммам. Есть ли среди описанного какой-либо обряд паломничества, который был совершен неверно мною или моими родителями? Если таковой имеется, то что мы обязаны сделать? Ответ. Хвала Аллаху. Так как ваши родители прибыли из Хартума с намерением совершить паломничество и отправились из Медины в Мекку с этим намерением, то они были обязаны войти в состояние Ихрама из Мекаты Медины, а не входить в состояние Ихрама из Мекки. Поэтому каждый из них должен принести в жертву жертвенное животное в Мекке и раздать его мясо беднякам Мекки. Что касается вас, то вы также прибыли из Даммама с намерением совершить паломничество и не вошли в состояние Ихрама из Меката. Поэтому вы также должны совершить жертвоприношение. Большинство ученых считают, что бросание камешков до полудня, то есть до наступления полуденной молитвы, зухр, не засчитывается. И это подтверждается хадисами, в которых сказано, что пророк, салаллаху алейхи ва салям, бросал камешки после полудня и сказал, «Берите от меня ваши обряды паломничества». Так как вы бросали камешки до полудня, то каждый из вас также должен совершить жертвоприношение за то, что не бросил камешки в Джамараты в положенное время. Шейх Ибн Базда, помилует его Аллах, сказал, «Бросание камешков после полудня не будет верным, если это делается не в день праздника». Если же это происходит в день праздника жертвоприношения, то ничего. Что же касается бросания камешков до полудня в дни Ташвик, то этого достаточно не будет, так как это противоречит шариату. Посланник, салаллаху алейхи ва салям, бросал камешки после полудня и сказал, «Берите от меня ваши обряды паломничества». А после него так поступали его сподвижники, бросали после полудня. Поклонение следует совершать так, как было предписано. Выдумывать здесь неуместно. Обряд бросания камешков того, кто бросил камешки до полудня, верным не будет, а посему этот паломник должен совершить жертвоприношение за то, что он оставил обязательное действие. Каждый из вас за оставление обязательных действий должен принести в жертву по два барана. Одного за оставление вхождения в их храм из Миката, а второго за бросание камешков в неположенное время. Вы сказали, что оплатили стоимость жертвоприношения во время паломничества. Известно, что во время совершения паломничества и фрат жертвоприношение, хадьи, не обязательно. Этим он отличается от Киран и Тамат-Тор. Если вы, оплачивая это жертвоприношение, намеревались принести жертву за те обязательные действия, что не выполнили, то всем вам останется принести в жертву только по одному барану. Если же вы не имели такого намерения и принесли в жертву животное как добровольное поклонение, то каждый из вас все еще остается должен принести в жертву по два барана. Искупительные действия должны совершаться с определенным намерением, как и все остальные виды поклонения. Ан-Науи, да помилует его Аллах, сказал, во время искупительных действий намерение является условием. При этом достаточно иметь намерение совершить искупление и не является условием, то есть не обязательно ограничивать намерение тем, что искупление обязательно, так как искупление всегда бывает обязательным действием. В комментариях к Аль-Ашбахуан-Назаир сказано, что касается искупления, то намерение является условием верности любого искупления, освобождения раба, поста или кормления бедняков. В Аль-Кафии Шархуль Бездауи сказано, смысл слов «искупление» не исключает значений поклонения и наказания. Что касается значения слова как поклонение, то это потому, что искупление совершается в виде того, что является покорностью Аллаху, а именно в виде поста, который требует наличия намерения. И оно обязательно, несмотря на сомнения, или потому, что когда человек совершил преступление, он не обязательно после этого совершит поклонение, дабы оно скрыло и удалило предыдущее преступление. Ведь Пророк сказал, после совершения греха, соверши благодеяние, которое удалит его, то есть грех. Что же касается значения этого слова как наказание, то так, потому что оно стало обязательным в качестве воздаяния и угрозы за совершенное преступление. А Всевышнему Аллаху ведомо лучше.